Сотни молодых людей и девушек проходят по ковровой дорожке в зал. У самарских студентов технарей сегодня почти что своя личная премия «Оскар». Все они еще из вуза выпуститься не успели, а каждый уже профи в своем деле. Проверено экспертами отрасли. Незадолго до этой встречи несколько крупнейших телекоммуникационных компаний страны предложили молодым айтишникам города показать себя в деле и организовали конкурс «Шаг в профессию». На самом деле идея проведения такого конкурса возникла у нас в прошлом году и связана эта идея была с тем, чтобы обратить внимание общественности на профессию инженера. Это исключительно такая вот наша добрая воля. Это даже не с той целью, чтобы найти каких-то специалистов себе, а именно для того, чтобы обратить внимание, еще раз повторю, на инженерные профессии. Мы видим свои задачи именно растить молодое поколение, которое будет приходить в ту отрасль, которая перспективна. Это айти-технология, связь, защита информации. Поэтому мы эти мероприятия поддержим. Это не первое мероприятие, которое мы поддержали. Мы ищем людей, ищем тех молодых людей, у которых горит огонь в глазах, которые хотят достичь своей профессии, вырасти профессионально. С проверкой знаний организаторы конкурса не ограничились. Своё мастерство этим мальчикам и девочкам пришлось доказывать на практике. Многим впервые. На каждом этапе были свои трудности, потому что хотелось выложиться по полной, выдать самый сок, говорится, то, что нужно. Было непросто настраивать радиорулейный пролет, конечно. Но больше всего, наверное, я уже волновалась непосредственно перед речью, потому что нужно было действительно доказать жюри им, что я тот единственный человек. Александра со всеми сложностями справилась лучше заправских инженеров. И хотя в её способностях конкуренты не сомневались, о том, на что способна дама-айтишник, никто не догадывался. Отборочные задания она на раз-два выполнила и попала в тройку финалистов. И вот последнее испытание, эссе и выступление перед организаторами конкурса. Через пару минут станет ясно, кто займёт первое место и буквально шагнёт в профессию. Для достижения результатов руководителю необходима сплочённая команда, которая движется к единой цели. Мы сразу для себя определились, что победитель этого конкурса получит право трудоустройства. Александра Тихонов заканчивает вуз в этом году, и она уже летом этого года поедет в Москву работать. У меня очень большой спектр деятельности. Я могу быть очень кем угодно, грубо говоря, и хакеров ловить, и злоумышленников. Я, естественно, верила в свой успех, решила поучаствовать. Ну и постепенно, шаг за шагом, тур за туром проходила, и вот сейчас уже выиграла. Это прекрасно. До момента, когда Александра станет не просто дипломированным, но и трудоустроенным специалистом, остаётся всего пару месяцев. Однако без проблем найти работу мечты сможет и её основной соперник. Победитель, занявший второе место, также получит рабочее место в телекоммуникационной компании. Правда, только через два года после окончания вуза. Что касается остальных участников, они вновь смогут доказать работодателям свою профпригодность уже следующей весной.